Шурик, вы комсомолец? Да. Это же не наш метод. Мама. 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 Власти синьоты вознамерились тотально следить за электоратом. 100 миллионов долларов пойдут на глобальную систему видеомониторинга. Подобную систему, которая у нас существует, ее нужно не просто модернизировать, ее надо доводить, видимо, до кондиций современности, до современного уровня, чтобы мы могли получить ее максимальную отдачу. Такая система достаточно уместна и необходима в государстве, в любом цивилизованном государстве, что, по сути, мы велосипед не изобретаем. Не секрет, что с помощью этого велосипеда в нашем цивилизованном государстве власти даже краем глаза видят значительно больше, чем следует. А теперь есть опасения, что будут без разбора заглядывать и в душу, и в постель. Как видите, мы за вами давненько наблюдаем, мистер Андерсон. Оказывается, вы живете двойной жизнью. Снискавший лавры главного миротворца на постсоветском пространстве сделал неожиданное признание послу Армении. Я ненавижу посредников, я ненавижу миротворцев. И столь же неожиданно перешел к накалившимся отношениям со старшим братом. Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь, у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящее отношение. Блестящее. Я им как-то публично сказал, может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине встать и отстреливаться. Но Владимир Владимирович, судя по всему, играм в войнушку предпочитает монополию и погашение союзникам газового долга. А поскольку в белорусской казне все больше шаром покати, то как бы не пришлось отстреливаться в одиночку. Они надеются нас взять живьем. Дети. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Лукашенко открыл новое здание белорусской депмиссии в Ашхабаде. Спасибо вам за то, что вы помогли нам построить посольство здесь, открыть его. Вы должны знать, что там, в центре Европы, у вас есть надежная опора и надежные друзья. Кроме посольства, батька с другом Гурбан Гулыберды Мухамедовым дали старт калийному комбинату, построенному белорусами в пустыне Каракумы. Думаю, Гурбан, мы сегодня уже с тобой можем и на шельфе шахту построить после того, как здесь прошли подземную реку, заморозив ее при минус 30. Поэтому, пользуясь случаем, что здесь присутствуют послы иностранных государств, если вам надо куда-то поглубже влезть, прорыть какую-то шахту и прочее, вы приглашайте нас. Мы обязательно это сделаем. Расчет понятен. Копни поглубже, черпнешь погуще. Когда в закромах родины пусто, приходится даже на чужбине землю рыть. Это кара-кара-кара, кара-кара-кара-ку. Это кара-кара-кара, кара-кара-ку. Тем временем в подмосковных горках премьер-министры России и Беларуси искали выход из нефтегазового тупика. Нынешняя встреча проходит в преддверии предстоящей встречи между президентами двух стран. Пока, к сожалению, не удалось эту тему разрешить. Давайте попробуем поискать развязки. Поиск развязок привел к тому, что Гордиев узел затянулся еще крепче. Власти Синёка и наличие долга в 700 миллионов долларов отрицают. Россия назвала такой подход неконструктивным. А все потому, что долг платежом красен лишь в российском понимании. А в белорусском долг платежом страшен. А деньги? Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги? Милиция провела обыски и забрала оборудование в минских офисах польского телеканала «Белсад». Это, на жаль, наступство вельми доброй працы наших журналистов тягом месяца протеста у Беларуси. Это узнагорода за эффективность. Мол, правообладатель товарного знака «Белсад» в Беларуси на протяжении пяти лет пытается отстоять свои права. Сам правообладатель пожелал остаться неувиденным. Неудобств достаточно много. Были потери клиентов. Также к нам обращаются какие-то люди с жалобами в попытке передать их в какие-то средства массовой информации, к которым мы никакого отношения не имеем. В основном это. В Польше истинные причины понимают, но все равно недоумевают. Это абсолютно абсурдное справа, потому что мы зарегистрованы у Польши. А та фирма «Белсад Плюс» зарегистрована у Беларуси. МИД этой страны уже потребовал от белорусских властей разъяснений. Но абсурд – та самая вещь, которая очень плохо поддается объяснению. Какой дурак на плюке правду думает? Абсурд. Маховик репрессий по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков продолжает крутиться. В пятницу арестованным начали предъявлять обвинения. А возле здания КГБ несколько смельчаков провели акцию солидарности. Мои два деды прошли к Колыму, по 25 годов давали. И этих сопляков я буду бояться. Зараз мы еще трошки почекаем с подарства, пока подойдут люди, кто не боятся. Кировничество Минской милиции тут уже на месте. Аховывают цитадель беззаконня. Тех, которые не убоялись, тоже повязали и будут судить. С учетом того, что 1 апреля из СИЗО выпустили четверых, под арестом остается еще как минимум 23 человека. Особенности национального правосудия. Беспорядков не было, а дело есть. Надо немедленно разыскать и арестоваться. Вы, наверное, не заметили, но в воскресенье был большой праздник. 20-летний юбилей Дня единения народов Беларуси и России. Лукашенко и Путин обменялись традиционными телеграммами. Космонавту Олегу Новицкому удалось рассмотреть торжественность момента даже из космоса. На расстоянии нескольких сотен километров нашей планеты я от всей души поздравляю вас с праздником Дня единения народов России и Беларуси. Но у политиков мысли по этому поводу более приземленные. Подберем время, встретимся, если есть какие-то проблемы, мы их решим. Мы родные братья, нам делить нечего. И точно нечего, кроме нефтяных пошлин и газового долга. А их как раз все никак не поделят. Вы меня интересуете постольку, поскольку хочу обеспечить вашу старость. Двадцать процентов. Не мои харчи. Двадцать процентов. И ключ от квартиры. Примите, это двадцать семь с половиной тысяч рублей. Ну так и быть, пятьдесят процентов. Половина моя, половина наша. И о погоде. Досрочный приход лета отменяется. В первой половине недели тепло еще сохранится, но к выходным похолодает. Грозят даже мокрым снегом. В Минске во вторник откроется неделя Байонета, а в среду весенняя ярмарка Туруслуг. В кинотеатре «Пионер» по пятницу крутят американское документальное кино. Во дворце тенниса три дня будут мериться ракетками мужские сборные Белоруссии и Австрии. В субботу в торгово-развлекательном центре галерея «Минск» начнется кофейный фестиваль. А в концертном зале «Верхний город» выступит биг-бенд наших военно-воздушных сил. В воскресенье в парке челюскинцев пройдет фестиваль скворечников. А главной музычной подеей тыдня станет дударский фест с удделом гуртов «Старый Ольса», «Трольвальд», «Сакрамант» и других. В субботу в Минском клубе «Репаблик» обещают высокородный сакральный обрат и дикий нестременный шаманизм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok